Семья беженцев из Украины теперь будет жить в Избербаше. Их поселили на территории спортивной базы рядом с морем. С ними встретился глава Дагестана Сергей Меликов. Он поинтересовался тем, как их приняли в регионе и какими условиями обеспечили. Также руководитель республики распорядился, чтобы им помогли с оформлением всех необходимых документов. Владимир Урзакаев расскажет подробности. Так выглядит мирная жизнь. Вдали от взрывов и обстрелов есть время поиграть в бомбинтон, сходить на пляж и посидеть с семьей под елями. Два месяца назад эта семья проживала на Украине, выходцы из Мариуполя. Спустя время из-за обстрелов переехали в Донецк. Вот только украинские военные и там начали свои активные боевые действия, в результате которых в их дом попал снаряд, благо все остались живы. Тогда-то они и приняли решение, что пора уезжать. В острую фазу опять это завезли, когда американское, европейское новое вооружение. У нас начались активные обстрелы. Они были все время, но наш киевский район под очень активным обстрелом ежедневно. Семья сначала выехала в Москву. Там они снимали квартиру, вот только оплачивать столичное жилье им было не по карману. На помощь пришли знакомые, которые рассказали, что в Кизляре есть люди, готовые их приютить бесплатно. Конечно, у нас такого другого варианта не было на тот момент. Мы взяли билеты, через два дня выехали. Телефон был. Время и дату нашего приезда, номер поезда знали. Но почему-то они не пришли на вокзал нас встречать. Я попросила по интернету, они прочли сообщение, но не ответили. Сказали, если вы не можете встретить, дайте нам адрес, мы возьмем такси и сами приедем. В безвыходной ситуации в чужой республике они не знали, что делать. Тогда им помогли сотрудники полиции. Они связали их с директором спортивной базы имени Али Алиева в Избирбаши. Он согласился принять семью у себя. Она полностью находится на нашем обеспечении, организованным питанием. После ремонта как раз у нас здания. Заселили их туда, они проживают. И, кстати, база находится возле моря. Также они ходят на море, отдыхают. И как они говорят, мы пришли в себя на этой базе. И полностью довольны. Сейчас семья проживает в комфортных гостиничных номерах. Сотрудники базы стараются создать им все условия, чтобы они забыли о страшных боевых действиях. А маленькая Зоя нашла себе тут занятие по душе. Она начала заниматься боксом с воспитанниками спортивной базы. Я подготовилась, чтобы пойти. Если у меня будет много мальчиков, я пойду с ними буду драться. Узнав об этой истории, семью навестил глава Дагестана Сергей Меликов. Он приехал с подарками для маленькой девочки и привез ей весь спортивный инвентарь для занятия боксом. На, надень на ручку. Налево, залево. Пообщавшись с родителями девочки, глава Дагестана Сергей Меликов поручил профильным специалистам, чтобы те подготовили все необходимые документы для семьи. А также нашли для них место для постоянного проживания. Во вторник подъедут, разберутся с подпиской, с жильем. Ну, в общем, будем решать вопросы. Ну, насколько можно. Нам и здесь хорошо. Нет, вас никто отсюда выгонять не будет. Просто надо какие-то другие варианты искать. Завершилась их встреча совместной фотографией с главой региона. Теперь это фото будет напоминать им о гостеприимстве и поддержке дагестанского народа. Владимир Розакаев, Амаева Хадижат, Ислам Даудов, Рамазан Амаров. Время новостей. Извербаш.